В Самарскую горбольницу номер 6 по нацпроекту здравоохранения поступило два аппарата для мониторинга сердечного ритма. За первое полугодие с их помощью провели 300 обследований. Приборы круглосуточно отслеживают работу сердца, что помогает выявлять нарушения проводимости. В Самаре продлили ограничение движения транспорта по улице Авиационной в границах Клинической и Новоурицкой. Проезд будет закрыт до конца дня 30 сентября в связи с проведением монтажа водоводов. Автобусы номер 52 следуют по скорректированной схеме. С сегодняшнего дня до 27 сентября в Самаре ограничат движение транспорта по улице Литвинова в районе домов номер 236-242. Это связано с работами на системе водоотведения. В третьем туре группового этапа Кубка России Крылья Советов проиграли Динамо. Матч закончился со счетом 1-5. 1 сентября Крылья Советов сыграют в Самаре с Махачкалинским Динамо. Глава региона Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание по подготовке к новому учебному году образовательных учреждений. Главный вопрос – обеспечение безопасности детей. В Рио губернатора поручил провести инспекционные проверки во всех образовательных учреждениях Самарской области. В преддверии начала нового учебного года мошенники придумывают новые схемы обмана. Например, используют опросы на волнующие родителей темы и отправляют ссылки от лица руководства учебного заведения, где просят авторизоваться через личный аккаунт, указав пароль. Ссылки ведут на мошеннические сайты. Сегодня отмечается ореховый спас или спас нерукотворный. Этот день объединяет в себе церковное торжество и народный праздник. Верующие возносят благодарность Господу за урожай. Считается, что к этому дню созревают орехи, которые принято собирать и освящать в храмах.